Телефон рекламной службы 847-480-0023 2 часа 6 минут в Чикаго, в студии Сергей Шахов, а сейчас очередная встреча с Юрием Гимельфарбом. Здравствуйте, Юрий. Расскажите, пожалуйста, о событиях в России. Ну, если позвольте, то расскажу, это не я. Я хотел представить моего собеседника, просто потрясающего и интереснейшего человека. Это политик, блестящий интеллектуал, великолепный публицист, один из ведущих российских политологов, ну и просто очень хороший человек, которого я имею честь назвать своим другом. Это Леонид Яковлевич Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Добрый вечер, Юрий. Ну, вообще, стоило согласиться на этот контакт, хотя бы для того, чтобы все это от вас услышать. Добрый вечер, а нам добрый день, потому что у нас сейчас 2 часа 6 минут. Помнится, говорили, когда у нас день, в Америке ночь. Так и мы на это будем. Да. Я предлагаю построить нашу беседу. Как всегда, в первой части программы мы с Леонидом Яковлевичем обсудим основные события последних дней, а во второй части наш знаменитый гость, надеюсь, не откажется ответить на вопросы радиослушателей. Леонид Яковлевич, вы не против? Никогда. Никогда не отказываюсь. Хорошо. Договорились. Договорились. Леонид Яковлевич, тогда у меня первый вопрос. Разумеется, по поводу последнего заявления Владимира Путина о выходе из договора по переработке плутония. Ну, с учетом того, что в этом законопроекте, представленном Путиным, содержится ряд фактически невыполнимых условий, все расценили его как ультиматум Соединенным Штатам. Ну, мне известно две точки зрения на этот так называемый ультиматум. Первое то, что данное заявление исключительно для внутреннего употребления, а второе это начало холодной войны и приближение горячей. Какой точке зрения придерживаетесь вы? У меня, конечно, холодная война уже началась и идет не первую неделю. Я не согласен с тем, что это ультиматум. Я не знаю, что ультиматум – это что-то, что имеет шанс быть принятым. Мы говорим, что сделай так, а иначе мы сделаем так. И мы рассчитываем, что ты так сделаешь. Здесь совершенно очевидно, что никаких шансов на выполнение нет. Поэтому это не ультиматум, это скорее объявление, ну, не войны все-таки, хотелось бы верить, но такого предвоенного состояния. И мне кажется, что этот документ с точки зрения дестабилизации ситуации даже страшнее, чем аннексия Крыма. Потому что, если просто проаннализировать документ, он настолько плохо подготовлен. Например, там говорится о компенсации не просто за контрсанкции, а за вынужденные контрсанкции. То есть, как бы партнеры приглашают к увлекательной дискуссии, какие контрсанкции были вынуждены, какие не вынуждены. То есть, мало того, что мы просим компенсировать нашу собственную глупость, но мы еще, значит, втягиваемся в такую дискуссию. Документ подготовлен в состоянии истерики и цуетнота. И вот это само по себе, мне кажется, крайне опасным. Это говорит об опасном состоянии наших властей. Ага. Ну, тогда у меня вопрос на следующий из вашего же заявления. Вот смотрите, этот законопроект был представлен Путиным практически одновременно с тем, как были объявлены всероссийские учения по гражданской обороне. Я напомню, это с 4 по 7 октября. Плюс, вот буквально сегодня появилась потрясающая новость о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выпустил документ о том, что, так сказать, нормы обеспечения жителей Санкт-Петербурга хлебом на случай войны. 300 грамм обещали, так сказать. Ну, отсюда вопрос. Вообще, вот это все воспринимают как подготовку к горячей войне. Мы на пороге войны? Ну, знаете, я бы не стал этого исключаться. Конечно, никто не хочет войны, тем более большой. Но, смотрите, что они делают. Они, я имею в виду наши власти, да, они делают ядерную войну возможной, разрешенной. Вот, начиная с Хрущева, наша страна жила под таким лозунгом, что в ядерной войне не будет победителей, и что ядерная война поэтому невозможна, недопустима, там, и так далее. Сейчас пошли разговоры. Уже давно, уже такие персонажи, как Рогозин, давно про это говорят. Но теперь уже это идет с самого верха, да? Что, в общем-то, ничего, можно попробовать. А, собственно говоря, ну, вот Америку мы, конечно, уничтожим, а они вот у нас, благодаря большим пространствам, кто-то все-таки выживет. Ну, и так далее. Вот подобный, подобный бред, понимаете? Учтите, что, к сожалению, у власти сейчас люди, которые сами не воевали, да? И ветераны той страшной войны уже в основном-то ушли. И они не боятся войны сейчас. И это самое страшное, на самом деле. Ну, Полтавченко с его этим замечательным указом, он, конечно, вообще большого ума мужчину выделяет среди других губернаторов. Ну, это, конечно, звоночек такой сильный, понимаете? Ведь если бы это бредовое заявление его, да еще нигде, в Петербурге, в Ленинграде. Да, да, да. Пока до Ленинграда, да? Вот, если бы это бредовое заявление не было санкционировано и согласовано, то его бы уже давно уволили за утрату доверия, потерю вообще чувства реальности и так далее, да? Да, но тогда вот смотрите, какая ситуация. У меня неизбежный вопрос по поводу обострения ситуации в Сирии. Вот, как известно, США прекратили сотрудничество с Кремлем по вопросам урегулирования в Сирии. С другой стороны, Кремль поставил в Сирию новейшие средства ПВО. Возникает, ну, чисто практический вопрос. А против кого? Ведь, смотрите, я вот не понимаю одну вещь. Ведь даже во времена Холодной войны не было прямого столкновения с США, а сейчас возникает опасность. Вот каков ваш прогноз? Нет ли здесь опасности? Еще бы, еще бы. Очень плохой прогноз, конечно, потому что вероятность того, что американский самолет будет сбит российским расчетом ПВО, Ну, если будет сбит, если. Уж давайте так. Если. Я говорю, что возникает вероятность этого, да? Да, да, да. Вот вероятность весьма велика. Тем более, что кто-то из наших генералов вчера или позавчера сказал, что у расчета ПВО не будет времени обращаться по прямой линии и выяснять, чей это самолет. Понимаете? Это вот сказано прямым текстом. Что, ребята, будем забивать все, что летает. Да? Ну, по факту. По факту. Они могут, конечно, не решаться на это. Здесь трудно понять, где шантаж, а где реальность. Но опыт человечества показывает, что когда начинают вот такие вещи говорить, то они часто реализуются. Обратите внимание, что ведь такие рискованные ситуации наши, к сожалению, провоцируют уже довольно давно. Я имею в виду вот эти имитации атак на натовские корабли, нарушения нашими самолетами воздушного пространства стран НАТО и так далее. Понимаете, ведь рано или поздно у дежурного офицера ПВО натовского или у командира корабля не выдержат нервы. Он в соответствии со здравым смыслом и инструкциями нажмет на кнопку. Вот мы выскочили из противостояния с Турцией без войны чудом. И благодаря тому, что Эрдоган, хоть он тоже не мать Тереза, он все-таки смирил амбиции и поцеловал ботинок. Понимаете, чего от него требовали с самого начала. А так ведь там тоже все на грани было. При том, что у Турции военно-морские силы вот в этом районе. Ну, то есть для них это единственный район, а для нас нет. Так вот, в этом районе у них очевидно превосходство над военно-морскими силами российскими. Но тогда, Леонид Яковлевич, вот смотрите. Макиавелли, Никол Макиавелли в своем трактате «Государь» в 1532 году он написал «Успех государя в умении удовлетворить элиты и воспламенить плебс». Ну вот смотрите, вот это вот заявление Путина. Ведь вступая в прямую конфронтацию с США, Путин уж никак, с одной стороны, не удовлетворяет элиты, поскольку все их авуары на Западе, их интерес связаны с Западом. Вот зачем это Путин надо? На что он рассчитывает? Вот это вот вопрос сложный. Дело в том, что, во-первых, если уж и Циза Макиавелли, то Путин воспламеняет плебс. Безусловно, он воспламеняет плебс. Плебс вообще счастлив. Мочи пиндосов. Мне, кстати, неизвестна этимология слова пиндосы. Мне тоже. Так вот, народ вполне себе доволен. Народ ведь уже давно знает войну по телевизору, по блокбастерам телевизионным, где война крутая, там такие хорошие наши ребята, мочат плохих, и все замечательно. Та война, которая была действительно ужасной, которая в памяти двух поколений держалась как нечто абсолютно невозможное, страшное, как ад на земле и так далее, то, что еще помнят мои родители, а от них знаю я, вот это уже для значительной части нашего населения прошло. Кроме того, элитам он говорит, что, ребята, мы не будем воевать, мы их попугаем, они же слабые. Обама слабый, вообще все они слабые, у них там нету некоторых органов. Поэтому мы на них наедем, а они сдадутся. Ну, хорошо. Вот вы сказали, Обама слабый. Но вот смотрите, вот сейчас... Нет, это Путин сказал Обам. Да-да-да, извините. Я ни в коем случае так не считаю. Это я, естественно. Но вот смотрите, вот сейчас ФБР занимается расследованием атаки на сервера демократической партии. В которой, правильно, в которой обвиняют Россию. Ведь, понимаете, в современном мире-то это фактически объявление войны. Ведь если это кто бы не пришел, хоть Трамп, хоть миссис Клинтон, неважно, это же так не оставят. Ну, конечно, не оставят. Ну, конечно, не оставят. Господи, правильно сделают, что не оставят. Ну, что, совсем крыша уехала, какие вещи делать. Нельзя, нельзя это делать. Ну, понимаете, вот приоритетами, вот тут важно лучше понять. А что является, ради чего проводится внешняя политика страны? Ну, обычно это чего? Это безопасность, да, это экспансия своего капитала, в конечном счете это повышение уровня жизни своих людей или дополнительные заработки своей экономической элите, ну, если это коррумпированный какой-то режим и так далее. Вот мне кажется, что у нас внешняя политика проводится ради других целей. Она проводится вот примерно ради тех целей, ради которых она проводилась королями раннего Средневековья. Вот тогда король мог начать войну ради, там, я не знаю, благословности прекрасной дамы из другого королевства, да? Ну, как у трех мушкетеров, помните, Бехенген собирался начать войну ради благословности Анны Австрийской, да? Вот так. Ну, или там не так на тебя посмотрели, там, не оказали уважения. Ну, а что, не оказали уважения, пошли воевать, да? Вот. В современном мире это, в общем, невозможно. Но для нас возможно, у нас и невозможное возможно. Главным приоритетом Владимира Владимировича Путина, с моей точки зрения, является любовь и уважение. Он требует уважения к себе, он про это все время говорит. Вот посмотрите, сбили турки наш бомбардировщик, так? Какая была бы наша реакция? Вот какая была бы рациональная реакция, с моей точки зрения? Рациональная реакция была бы такой. А Анны должны были упускать турки. Значит так, ребята, наша база, вот на которой у нас по соглашению со всеми, и все вроде никто не против, да, особенно, наша база расположена так, что там такая роза ветров, что при определенных ветрах, летать там, не залетая на три секунды, вот на тот аппендикс, который там, ну, кто-то знает, висит, как бы, из Турции, да, практически невозможно. Но это чистая правда, да? Вот это очень сложно летать, не залетая вот на этот крошечный кусочек турецкой земли. Вот, соответственно, давай, вот, соглашайся, что мы там будем вот таким образом пролетать. Вот, ну, а иначе мы там что-то будем делать, да? Вместо этого что сказали? Сказали, а ты извинись. А когда Эрдоган послал с этими извинениями, сказал, а я в своем праве, да, Эрдоган тоже такой же крутой, как Путин. Вот, я в своем праве. Тогда что мы сделали? Мы стали, как у нас сейчас говорят, бомбить Воронеж. Да, мы запретили, ну, закрыли чартеры на турецкие курорты и сотни тысяч, если не миллионы наших граждан лишились турецких дешевых курортов, дешевого отдыха, да? Дальше мы запретили поставки овощей и фруктов из Турции и вызвали резкий рост цен у нас на продовольствие, да? То есть мы наказали своих. Все ради чего? Чтобы Эрдоган извинился. Эрдоган в конце концов смирил гордыну и извинился. Но рациональных требований к нему не выдвигалось. Когда Путин говорит о том, почему мы оказались так жестко и печально вовлечены в украинский конфликт, он говорит, что... Он не говорит, например, что мы должны были это делать, потому что нам надо сохранить базу в Севастополе, а если бы Украина вступила в НАТО, по уставу НАТО нельзя держать там военных баз тех стран, которые в НАТО не входят, да? Вот, это серьезная проблема. Но он другое говорил. Он говорил, с нами не разговаривали, нас не уважали. Они делали вид, как будто нас вообще нету. Мы сказали, мы хотим участвовать в переговорах, а они нас послали, да? Кстати, совершенно неправильно, что послали. Это была ошибка американской и европейской дипломатии. Но Путин говорит не о реальной опасности, не о реальном ущербе, возможном или совершившемся, да? Он говорит о отсутствии уважения к стране. Вот, понимаете, вот ради уважения, а что такое уважение к стране? Это же не уважение ко мне или к вам, да? Я вот был в Америке недавно, кстати, был на конвенции республиканской партии, ужасно интересно было. Был недавно в Америке. Вот я не чувствую, что меня не уважали. Ко мне все хорошо относились, да? Значит, что такое уважение? Да, и к стране, к русской культуре, к русскому языку. Я не чувствую плохого отношения нигде, между прочим. И на Украине не чувствую. Но, или в Украине не требуют говорить. А вот неуважение к первым лицам страны, да, это действительно есть. Плохое отношение к первым лицам действительно есть. Так вот, ради того, чтобы это отношение было хорошим, чтобы уважали, хотя бы боялись, да? Вот. Мы готовы развязать войну. Вот, по-моему, то, что происходит сейчас, к сожалению. Понятно. Ну, Леонид Яковлевич, тогда наш традиционный вопрос, я задаю этот вопрос всем о будущем. Вот с вашей точки зрения, что нас ждет в ближайшее время? Как дальше будут развиваться события? Ну, посмотрите, на этот вопрос, конечно, ответа нет. Никто этого не знает, да? Никто этого не знает. Никто может предъявить будущее. Потому что здесь все сценарно. Здесь очень много факторов, которые действуют одновременно. Я думаю, что никакой компьютер не может их вообще просчитать. Среди этих факторов цены на нефть. А цены на нефть определяются, понятно, там, тысячи других факторов. Среди этих факторов чисто биологические факторы. Состояние здоровья Владимира Владимировича Путина, да? И его просто пребывание на этой земле. Он человек в очень хорошей физической форме. Он ведет здоровый образ жизни, насколько я знаю. Вот. Но мы все под Богом ходим, и поэтому как бы неизвестно, что будет. Вот это очень, тоже очень важный фактор, да? Ну и много-много других факторов есть. Поэтому сказать нет. Но какие есть, так сказать, сценарии, да? Значит, ну, во-первых, международная обстановка стала предельно опасной. Мы с вами с этого начали. Вот. И, к сожалению, далеко не нулевой, а вполне серьезный вариант – это война. Вот. К сожалению, да? Ну, тогда, как вы понимаете, все наши разговоры не имеют никакого смысла. Ну, просто потому, что ядерная война – это конец цивилизации. Ну, и конец жизни всех нас, конечно. Да? Это понятно. Вот. Значит, это один вариант. Теперь давайте смотреть, если войны, даст Бог, вообще, Шоу Крей, да? Не будет. Значит, тогда, если удастся как-то вообще выскочить из этого кошмара, в который мы сейчас залезли. Хотя меня все больше и больше пугает ситуация. Так вот, значит, если, даст Бог, удастся этого избежать, тогда что будет в России? Значит, в России, скорее всего, есть несколько сценариев. Один сценарий самый приятный – это такое медленное гниение, стагнация, значит, еще на несколько лет. Это самый хороший сценарий, который у нас есть. Дальше есть сценарий взрыва. И когда говорят, что вот, а кому взрываться, нет революционеров, это на самом деле неправда. Единственное, что мы знаем о революциях, что мы не знаем, когда они происходят. Вот единственное, что можно точно сказать об этом. А у нас сейчас страна больна, знаете, чем-то похожим на генофилию. Помните, царевич Алексея, была генофилией. Генофилию вообще не мешает жить. То есть, она сама по себе не приводит ничему плохому. Только там одно. Ну, если при любой царапине, любая царапина может стать смертельной, потому что кровь не свертывается. Так вот, сейчас, понимаете, сейчас при высоком рейтинге Владимира Владимировича Путина, при ненависти к американцам, там, там, Зады Бандеровцам, Украине и так далее, никто не будет защищать эту власть. Вот что ужасно. Если что-то случится, если по каким-то причинам начнется взрыв в Москве или Питере, или серия протестов по экономическим причинам в регионах, ну, вот, зарплату не платят, воду отключили, там, еще что-то такое, да, это весьма вероятно, да. Вот, вот серия такая пойдет, на которую не хватит ни денег, ни ОМОНа. То защищать страну, защищать режим, как вышли защищать в августе 91-го, не будет, на самом деле, вообще никто. Я боюсь, что если что-то такое случится, то режим, который будет у нас после, будет еще хуже, чем нынешний. Вот, я боюсь, что на некоторое время здесь будет совершенно открытый фашизм. Вот, ну, а дальше, если мы вызовем, мы, конечно, вернемся на нормальную дорогу. О, невеселый прогноз. Ну, не стреляйте в пианист, он играет в какую-то... Я понимаю, ясно. Друзья, давайте мы тогда сейчас прервемся на короткую рекламу, а после этого мы с Леонидом Яковлевичем с удовольствием ответим на ваши вопросы. Итак, рекламная пауза. Два часа 33 минуты в Чикаго, и мы продолжаем нашу передачу. В студии также работают Юрий Гиммельфарт и Леонид Гозман. Продолжаем. Леонид Яковлевич, вот у меня вопрос в продолжение. Вы, перечисляя сценарий, почему не упомянули о возможности экономического коллапса, или вы его исключаете? Нет, ну что вы, я, конечно, ничего не исключаю, просто мне кажется, ну, я говорю о политических вещах, экономика, я не экономист, я психолог по образованию, но вот мои друзья-экономисты, очень, ну, как мне кажется, среди них лучшие экономисты России, они считают, что чисто экономические системы имеют еще определенный запас прочности, у нас действительно высокие золото-валютные резервы, у нас неплохая кредитная история, как у страны, ну, в общем, у нас много есть еще потенциальных таких плюсов, вот, и вот они считают, а тут я просто им доверяю, они считают, что с экономикой, ну, если не дай бог не будет войны и прочего, в общем-то, более-менее ничего, рост никто не ожидает, но такое тихое гниение, да, может еще быть довольно долго. Понятно. Леонид Яковлевич, теперь вопрос вот такой о вас, вот вам, как оппозиционному политику, постоянно поступают угрозы, вот вы можете рассказать подробнее, с чем связаны эти угрозы и в чем они выражаются, ну, или иными словами так, вам угрожают за что-то конкретное или, так сказать, по совокупности? Ну, понимаете, в основном, конечно, по совокупности, что там, жид проклятый, там, еще что-нибудь, вот, там, ну, в общем, там всякие обычно, довольно часто с использованием заключенной Государственной Думой матерных слов, вот, ну, ну, угроза, да, ну, что, и что? Ну, вот, и что, вот, недавно, не так давно известный журналист Александр Сотник из-за угроз его адрес был вынужден покинуть Россию, причем по его словам, а я ему доверяю, он сказал, что ему открытым текстом сказали, переведем тебя в овощную базу, что на жаргоне спецслужб означает причинить телесные повреждения, в результате которых человек превращается в овощ. Ну, вот он покинул Россию, а вот намерены ли вы покинуть Россию? Ну, вот, я, я пока здесь на всю волю Божию. Ну, понятно. Тогда такой вопрос, ну, тоже о вас. Вы часто принимаете участие в ток-шоу на Первом канале, при этом в передачах, в процессе передач вас закрикивают, вас оскорбляют, вас перебивают, вам не дают слова сказать, а то, что вы говорите, переворачивают с ног на голову. Ну, вот, мне лично неоднократно поступали вопросы, и у меня возникает вопрос, а зачем вы принимаете участие вот в этих низкопробных шоу? Ну, смотрите, во-первых, я принимаю участие реже, чем хотел бы, потому что меня, на самом деле, относительно редко приглашают, вот, и есть такие самые престижные как бы шоу, на которых меня раньше приглашали, теперь перестали, да, вот, что я рассматриваю как в каком-то смысле, с одной стороны, как потерю, с другой стороны, как комплимент, это означает, что я просто не по зубам, потому что я действительно не боюсь, я это не боюсь, я не пытаюсь с ними, там, договариваться, понимаете, а я обращаюсь напрямую к зрителям всегда. Значит, хожу я туда вот зачем, разумеется, не для того, чтобы их в чем-то убеждать, это, понимаете, как искать пульс на протезе, это бессмысленно совершенно, вот, разумеется, не для того, чтобы убеждать наших, так сказать, убежденных противников, понимаете, вот, тоже, тоже бессмысленное совершенно занятие. Я хожу совершенно для другого. Значит, есть некоторое количество людей в стране, я не знаю, сколько их, может быть, их миллион, может быть, их 10 миллионов, может, их 20 миллионов, я этого не знаю, их никто не считал, да, людей, которые вот с нами одной крови, той же, что вы и я, да, вот, этим людям очень тяжело жить, им очень тяжело жить, потому что мало того, что их загоняют под лавку, им говорят еще, а ты один такой дурак остался, вот, ты видишь все в едином строю, а ты, вот, выродок, и ты скажи спасибо, что дают дышать хоть через раз, вот, сиди тихо и говори спасибо, кланяйся и все, ну, хочешь, вали из страны, хочешь, там, просто сиди у себя на кухне и злобствуй, вот, людям очень тяжело, мне кажется важным давать им сигнал, что еще не все испугались, еще не все спрятались, еще не все уехали и так далее, да, вот, кстати, вот это очень важно говорить именно отсюда, понимаете, есть масса талантливых, блестящих людей, которые вынуждены были уехать, по разным причинам они пишут блестящие тексты, я думаю, что они такой терапевтической роли не играют, потому что, знаете, забыл чьи слова, дело прочно, когда под ним строится кровь, когда люди понимают, что есть риск в том, что ты говоришь, да, это действует, когда люди понимают, что ты говоришь из полной безопасности, это не действует, ну, вот это вот по факту так, да, понимаете, вот в сказке о голом короле страшно не то, что часть подданных его величества из прагматических соображений делали вид, что они верят в то, что он один, да, понимаете, прагматика, она и есть прагматика, и, в общем, кто из нас без греха, а страшно там то, что часть его подданных действительно видели вот это прекрасное новое платье короля, понимаете, и надо, чтобы кто-то сказал, что король голый, и тогда, когда кто-то это говорит, когда кто-то осмеливается это говорить, тогда люди, ну, во-первых, видят, что он голый, во-вторых, людям легче жить, когда они понимают, что они не одни, и вот, знаете, я каждый день, вот буквально каждый день меня останавливают на улице люди. Господин, у нас 847-400-5200, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да, говорим. Конечно, я вас слушаю. Это у меня два вопроса. Один по теме, один, может быть, не совсем. Вот вы говорили, что как бы Россия объявила войну Америке. Может быть, я не так правильно сформулировала, но приблизительно. А почему же, когда они объявили войну в Турции в то время, когда сбили истребитель? Еще один вопрос. Может быть, это как бы немножко поздно, это события, может быть, раньше произошли, но просто я начала получать имейлы на эту тему. Что такого сказал Быков, Дмитрий Быков, что, в общем, его сейчас считают, ну, просто полным или пустым местом, или антисемитом, я даже не могу выразиться. Вот это вот я хотела спросить. Спасибо большое. Спасибо вам. Пожалуйста. Значит, во-первых, на второй вопрос сначала, да, я не знаю, кто считает Дмитрия Львовича Быкова пустым местом или антисемитом. Я таких людей не встречал. Я тоже такого не слушал. Вот я с огромным удовольствием его читаю и слушаю. Он фантастически талантливый человек. Фантастически просто. Я согласен. Да. А теперь насчет объявления войны. Нет, мы не объявляли войну Америки, мы не объявляли войну Турции, слава тебе, Господи. Но мне кажется, что наши действия идут, к сожалению, в сторону повышения вероятности войны. А вот, кстати, Леонид Яковлевич, вот я хотел бы в свете того, что вы сказали, вернуться к процитированной мной ранее фразе Маккиавелли. Воспламенить плебс. А вот не кажется ли вам, что вот сейчас в свете того, что люди устали уже вот от этой вот пропаганды, который несется из каждого утюга 24 часа в сутки, что воспламенить плебс вот этим заявлением Путина не получится? Вот не создаются у вас такого впечатления? Понимаете, плебс воспламенен не заявлением конкретно Путина, плебс это заявление не считал. Плебс воспламенен той стилистикой, которую наше руководство, к сожалению, постоянно демонстрирует. Вот такого высокомерного презрения ко всему человечеству и, ну прежде всего, его, ну простите, цивилизованной части, вот, и ненависти к Соединенным Штатам Америки и к Западной Европе. Вот, я бы сказал, к западной цивилизации. Вот этим, да, воспламеняют. Коллеги у нас еще за ночкой, поэтому 847-400-5200. Добрый день, слушаем вас. Ну, здравствуйте. Сегодня там на русскоязычных сайтах было куча информации о том, что Россия планирует возобновить, открывать по-новому военные базы на Кубе. Ну, в общем, все законсервированные военные базы. Неужели люди, которые живут в этой стране, готовы опять отдавать своих детей на эту мясорубку и как бы будут молча с радостью это делать? Неужели ни у кого не хватает мозгов, что эта дорога в никуда? Ну, почему ни у кого не хватает? У меня хватает, например. У меня тоже. Как видите. А у многих, да, не хватает, потому что люди не понимают, что это все затронет их. Понимаете, вы смотрите, вот, допустим, мы ведем такую, называется гибридная война, да, на территории Республики Украины. Но мы ее ведем с очень небольшими людскими потерями. То есть, с очень небольшими. Любой человек бесценен, но вот у меня, например, да и у всех, кого я знаю, нет ни одного, ни одной знакомой семьи, где бы погиб ребенок, да? Вот такого пока нету. Вот если, то же самое Сирии, на самом деле, пока там, слава богу, у нас мало кто из наших соотечественников погибнут. Ну, в смысле, погибли уже люди, конечно. Но вот пока это еще не те масштабы, которые были в Афганистане. Когда и в Чечне. Когда и если, не дай бог, дойдет до тех масштабов, ну, тогда настроение народу, наверное, изменится. А пока это война такая, цивилизионная, понимаете? И у нас настолько, наше пропагандисты убедили в том, что мы сильные, а пиндосы слабые, что, в общем, народ пока доволен. И если позвольте... А, да, да. Отвечаем? Еще звоночек. Хорошо. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. У меня два замечания к Леониду Гозману, во-первых. Если он говорит, что он обращается своими выступлениями по полу к народу России, и в то же время он презрительно его называет плебс. Это как понимать вообще? Второе. Весь тон его выступлений говорит о том, что он, ну, не любит Россию, хотя он выступает, что он патриот России. И такие патриоты называются коллаборационисты. Так, все. Ну, вообще-то, плебс, это я процитировал на Киавелле. Это я сказал, а не Анид Яковлевич. Это пожилой человек, очевидно, я не хотел бы его обижать. Плебс использовали вы, а не я. Я сам таких слов не использую. Что касается любви и нелюбви, то меня всегда восхищает, когда любить Россию меня учат люди из Чикаго. 847-400-5200. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. У меня такой вопрос. Вы знаете, я уехал в 79-м году из бывшего Советского Союза. И ехать я не хотел. Моя жена хотела ехать. Но когда один раз я услыхал моему ребенку, сказали, жидовская морда, а вы говорите, вам это говорят постоянно. Как вы можете там жить? Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Значит, в России очень разные люди. Вот, очень разные люди. И есть люди, которые говорят жидовская морда. Правда, мне это говорят, разумеется, не в лицо, а в сетях. Есть такие. Ну, часть из них, кстати, вольгинские тролли. Если вы не знаете, что это такое. Это специальная контора, сделанная Кремлем. Там платные ребята сидят. И за сколько-то рублей, за один твит, они пишут всякие гадости всем тем, кто не нравится Кремлю, в том числе мне. Но я считаю, что в России есть огромное количество достойных людей, с которыми я рад быть в одной стране. Спасибо. 847-400-52-00. Очень много звоночков, поэтому постараемся кратко отвечать. Да, слушаю вас. Добрый день. Пред предыдущему товарищу, которые живут там в Америке, а всеми фибрами души в России, которые смотрят эти все чертовые первые и все остальные каналы, где нагнетается такая обстановка, что просто невыносимо, что они вот всех победят, и всех пиндосов зажгнут. И вот после этого, и он, наверное, забыл, о чем он в московском посольстве рассказывал про антисемитизм и все такое прочее. Как можно поднимать вопросы, вот эти вопросы. А хочу перейти к тому, что совершенно спокойно, вот я, проживший в этой стране больше 20 лет, я уверен, что Россия готова сбивать американские сонолеты. Они потренировались на поинге, которые сбили случайно, и теперь они знают, ну, собьют они еще одного американца, ну, не крик с ним. А им на все плевать. Понимаете? Вот в чем проблема. Им плевать на все. Они, после них, хоть поток. Вот подход, мне кажется, такой сейчас у российского руководства. Мне кажется, здесь не требуется мой ответ. Следующий звонок. Да, слушаю вас. Да, да, добрый день. У меня вопрос к Леониду Готману. Скажите, пожалуйста, вот вы недовольны, да, но город России показал, что на самом деле являются парнасы, ананасы, яблоки, груши. Вся эта либеральная оппозиция в кавычках в России. Вам даже полпроцента не дали. И вы, вот, Леонид, я смотрю, предыдущий Гавалерчик говорил, что он ненавидит ток-шоу, но он их смотрит с вами. И вот я смотрю, это ваше твение на всех ток-шоу, оно абсолютно не приносит никакой пользы. У вас нет никакой оппозиции в России. Ну, я надеюсь, что вы вернетесь на родину и будете здесь помогать строить великую Россию, а не будете отсиживаться у пиндосов. Ну, я на эту тему могу добавить еще вот что. Дело в том, что я живу в Саратовской области и знаю, что в Саратове даже вбросов не было, даже фальсификации не было. Тупо написали, нарисовали протоколы, математики, специалисты по мат-статистике просто это показали. Ну, господа, извините меня. То есть, в данный момент это уже не идет речь даже о фальсификациях. Речь идет о том, что просто нарисовали протоколы. О какой поддержке вы говорите? Ну, Юрий, вы знаете, я бы здесь как раз... Вот ситуация более, конечно, сложная. С одной стороны, они подтасовывают, вы совершенно правы, и ситуация в Саратове просто отвратительная была. Вот, с одной стороны. С другой стороны, надо признать, что наши, вот нашего слоя, нашего идеологического направления отношения с значительной частью наших соотечественников, они действительно тяжелые, плохие. Там были наши ошибки, там было вообще много всего. Это достойно серьезного анализа, но это явно не сделается на радио. 847-400-5200. У нас следующий звонок. Добрый день, слушаю вас. Алло. Алло. Да, вы в Уфере? Да, да. Здравствуйте. Леонид, я первый раз слушаю эту передачу, и мне чудится ваш голос. Я ушам своим не поверила. Я смотрела несколько раз ночью, ваше участие в шоу у Фадеева, по-моему. Как вас унижают и как не дают высказаться? Вы стойкий, мужественный журналист. А вот уже передо мной вам сказали, но мой вопрос был тот же самый, как вы все это терпите, и почему вы оттуда не срываетесь? Но я вас очень уважаю. Вы умный и образованный человек. Я думаю, они понимают это, все, кто вас окружает. Но, понимаете, вы находитесь в такой среде, где бороться очень трудно. Спасибо вам. Я послушаю. Вам спасибо. Кстати, это один из ответов, с чего я туда хожу. Вот видите, люди же слушают, и для них это важно. Это важно для тех, кто живет у вас. Но это еще более важно. Юрий подтвердит, для тех, кто живет здесь. Безусловно. И, кстати, я вот что хочу подчеркнуть, что я уже говорил об этом много раз, что вот эта вот поддержка Путина, она далеко не однородна. Я уже говорил о том, что есть бенефициары режима, консерваторы, зомбированные, в нашей ситуации это фанатики и запуганные. Вы понимаете, что на улице человека останавливают под камеру и говорят ему, ты за Путина или нет? Что в переводе означает, ты за Путина или тебе по почкам врезать? Ну, вот это вот примерно так. Ну, извините меня уже за такую бульгаршину. Но это так оно и есть. Юра, на самом деле, все-таки мне кажется немножко сложнее, что, понимаете, вот в чем действительно есть поддержка у Владимира Владимировича огромная, это в его внешней политике, в его агрессии, в его таком презрении, ненависти ко всему миру и так далее. Вот это действительно многие поддерживают. Как только вы с теми же людьми, которые искренне поддерживают его, допустим, действия по отношению к Соединенным Штатам, к Украине и так далее, если с этим же человеком вы начнете говорить про ЖКХ, систему образования, здравоохранения, коррупцию и так далее, он тут же переходит на ненормативную лексику в сцену, да, и по отношению к тому же самому Владимиру Владимировичу Путину. Совершенно верно. Да, да, да. Года два назад, простите, хочу сказать, год два назад меня там задержали на одном митинге, вот, ведут, значит, я просто стоял там с белой ленточкой, но они меня взяли, вот, значит, ведут два балла к автозаку, ну, молодые парни, мужики, вот, вот вам вообще не совестно, вот вы вместо того, чтобы бандитов ловить, да, вы вот, защищая Путина, меня тащите в автозак. Они мне говорят, да нам этот Путин, и так далее, и понеслась. Понимаете, в автозак они меня все равно отвели, если ясное дело, да, вот, но, в общем-то, они не сильно любят. Да, это понятно, ведь, понимаете, в чем дело? Проблема в том, что вот я тоже сейчас общаюсь с людьми по поводу того беспредела, который происходит с дорогами, с ценами на услуги ЖКХ, ну, в чем недалеко ходить, за примером, я вот сегодня ходил на рынок покупать хлеб, хлеб покупать, уже тоже подорожал, подорожали продукты, они дорожают не по дням, а по часам, и люди это тоже видят, тоже видят. 847-400-5200, добрый день, слушаем вас. А, добрый день, а как вы относитесь с такой вот умный вроде человек был, был в ваших рядах, товарищ Соловьев, который ведет поединки, там, всякие международные, почему он так перековался? В наших рядах? Соловьев никогда не был в наших рядах, вы ошибаетесь, вот, просто по факту ошибаетесь, при этом я должен сказать, что он, конечно, очень талантливый человек, и, безусловно, самый лучший в ряду вот тех, кто пропагандирует за наше начальство. Понимаете, я вот хотел бы добавить, что в том, что люди, вот, которые, вот Соловьев, Киселев, то, что они получают огромные зарплаты, в этом нет ничего плохого, это профессиональная журналистика, но проблема-то в том, что нельзя профессиональную журналистику сводить к пропаганде, причем пропаганде достаточно низкопробной, и нельзя сводить к лжи, вот о чем речь. Вот, может, Леонид Яковлевич мне возразит, не знаю, но, я вот считаю, что-то возражать, что идет с наших телеэкранов, это, там, на 95%, это просто ложь. Ну, в общем, да. Причем ложь, вы понимаете, в чем дело, она действительно низкопробная. Я общаюсь в Фейсбуке с достаточно большим количеством людей из Соединенных Штатов, причем людей, которые владеют не так, как я, вот, как киса воробьянина в Англии языком, в пределах гимназического курса, а владеют свободно. И при этом люди говорят, ну, некорректный перевод. Вот, передают по первому каналу то, что передали, но это перевод даже некорректный. Идет забастовка какая-то, митинг из-за налогов, из-за зарплат, так говорят Вива Путин и так далее. Ну, так же нельзя. Ну, почему нельзя? Нельзя-то делают, ничего не получается. К сожалению, действительно, это получается, и вот Rush Today этим занимается достаточно низкопробно. Вот, недавно Андрей Мальгин, он говорил, что забастовку студентов в Риме представили как забастовку за то, чтобы снять санкции с России. Рим что, первый раз так врач это просто кошмар какой-то. Но это действительно, друзья мои, мы в этом живем. Леонид Яковлевич, огромнейшее вам спасибо за потрясающую беседу и за истинное удовольствие от общения с вами. Да вам спасибо. Слушайте, у нас же тут все знают, как Родину спасать, а вот тут поговорить можно. А что еще русскому интеллигенту надо, кроме как поговорить с судьбой отечества? Ну да. Друзья мои, но я напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на нашей волне. До свидания.